Противопоказания к лазерной коррекции. Список достаточно обширный, можно разделить его условно на две большие группы. Первая группа это со стороны глаза. Если на нашем глазу перенесено какое-то тяжелое заболевание, вид, отслойка сетчатки, либо очень плохое состояние сетчатки, либо дистрофия роговицы, которые мы тщательно распознаем еще на докоррекционном этапе, то коррекция будет противопоказана. В некоторых легких проявлениях какой-то глазной патологии бывают относительные противопоказания и в каждом случае мы подходим индивидуально. Например, это может быть амблеопия, то есть неспособность глаза даже с коррекцией достигать стопроцентной остроты зрения. Если это небольшая амблеопия, мы совершенно успешно выполняем коррекцию. Если она превышает допустимые уровни, то мы, конечно же, применяем какие-то другие методы улучшения зрения. Вторая группа большая это неглазные заболевания. Естественно, если человек болен системными заболеваниями, например, со стороны щитовидной железы или других каких-то вещей, если какие-то декомпенсированные состояния, особенно ревматологического ряда или системное заболевание, это является противопоказанием коррекции. Среди этих болезней, в частности, диабет, особенно некомпенсированный, первого типа. Вот это, например, какие-то иммунодефицитные состояния или системные заболевания, типа системной красной волчанки или других. Какой-то ряд болезней, особенно компенсированное состояние. Мы тщательно советуемся со смежными специалистами. Если состояние компенсированное, а мы можем помочь и мы видим здесь минимум каких-то сложностей, то иногда принимается решение о коррекции. Но, в общем и целом, мы достаточно строго подходим к отбору наших пациентов.